мы с вами уже столкнулись с некоторыми объектами которые традиционно называются тензорами вот вероятнее всего вы раньше сталкивались с тензорами в линейной алгебре вот а здесь они начали появляться в дифференциальной геометрии и сегодняшняя лекция посвящена тому что между этими объектами общего что различного что вообще с этим можно делать и в общем в общем она посвящена тензором дифференциальной геометрии я напомню то что вы могли уже знать про тензоры в линейной алгебре но точно это было в рамках какого-нибудь дискурс в прошлом году но может быть не сталкивались мне кажется еще был какой-то мини курс тоже про тензоры вот в общем есть много разных объектов которые отличаются но между ними есть очень много общего по своему поведению они все называют с тензорами и ночь хорошо с ними можно работать единообразным поэтому такой-то такое понятие вводится вот но давайте начнем с примеров которые вы хорошо знаете это самый первый пример это вектор и вектор вектор это самый первый и основной пример тензора давайте вспомним что это такое есть у нас есть векторное пространство в ту его элемент называется вектором вот если кроме всего прочего в векторном пространстве есть базис е к то вектор вы можно представить что это базис то вектор вы можно представить разложить по этому базису сумма x и т на е и т и от единицы до к мы с вами будем пользоваться обобщенными обозначениями инштейна если я правильно понимаю когда верхний и нижний индекс повторяющийся предполагается по нему суммирование то есть вот для нас вот это будет обозначение обозначение суммы вот но все таки основные сейчас вот основная мысль такая что сам вектор понятия инвариантная но как вот в нашем трехмерном пространстве если мы можем сказать можем зафиксировать в какой-то момент вектор скорости например наш ну вот или просто провести направленный отрезок в трехмерном пространстве то этот отрезок никак не зависит от того какую систему координат мы с вами выбираем рассматриваем но вот однако если мы будем вектору сопоставлять набор координат то есть вот это сопоставление сопоставление в набор координат x и т уже зависит от системы координат от системы координат ну и тензором называется весь набор таких таких коэффициентов в разных системах координат с правилом перехода от одной системы координат в другой давайте я это пока сформулируем на словах называть на совокупность всех способов представить наш объект в координатах всех способов в координатах но с указанием еще и правила перехода от одной системы координат другой с указанием с указанием правила перехода из одной системы координат другую ну давайте проследим за тем что это такое на примере вектора я пока не даю четкого определения я пытаюсь вам донести основную мысль основную идею того что потом будет определено более четко давайте вот вот эту идею на примере вектора попробуем проследить если у нас есть две системы координат которые определяются парой базисов то есть пусть пусть и ff1 и так далее fk другой базис базис в пространстве в как мы знаем все базисы связаны друг с другом поэтому мы можем выразить базис ей через базис f выразим базис е через базис f ну как мы выразим е и то будет равно c и житая на и в житая здесь опять предполагается суммирование по индексу вот и тогда выражение для вектора в в координатах x в базисе е давайте еще раз это напишу x и т на е и т это то же самое что x и т на c и житая на и в житая вот и здесь можно и можно сказать что это суммы x же с чертой нас стильды на и в житая и можно сказать что x житая это набор координат координат набор координат вектора в в системе координат связанный с базисом f вот и можно сказать теперь что эти новые координаты связаны со старыми посредством матрицы c x и c и житая где предполагать суммирование по 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 индексу и вот вот это то правило которое я предполагал в неформальном определении тензора то есть если мы говорим про вектор мы можем говорить про весь набор его координат во всех системах отчета но эти наборы должны быть связаны то есть если одна система отчета базис одной системы отчет связано с большим другой системы отчет с помощью матрицы c то соответствующие координаты будут выражаться с помощью транспланированной матрицы в обратную сторону но вы это наверное хорошо помните по курсу аналитической геометрии линейной алгебры более-менее это этот хорошо вам известный закон он называется тензорным законом для векторов векторы называются тензорами типа 10 векторы это тензоры типа 10 вот а вообще говоря мы с вами сейчас подойдем к определению вектор тензоров произвольного типа пику вот но давайте действовать постепенно наверное вы помните что такое двойственное пространство ну давайте я на всякий случай напомню определение в со звездочкой обозначает обозначение это называется в со звездочкой это пространство линейных функций на в называется двойственное пространство двойственное пространство но нужно ли пояснить что такое линейные функции тоже важное понятие и в общем она везде в тензорном в тензорном языке используется скажите пожалуйста более-менее понятно или не или непонятно не слышно не слышно хорошо замечание замечание если ей базис в то в со звездочкой имеется двойственный базис базис функций линейных функций давайте я напишу е и т сверху такой что таких что значит если если в ну это вот как мы с вами выше писали x и т е и т сумма по и то е и т от в линейная функция на векторе равно x и тому то есть координаты их суммы равны сумме координат это значит что эта функция линейная скажите если тут нужно притормозить или прокомментировать то есть если это не совсем вам все прозрачно все хорошо вот вот этот базис он называется двойственным ну например по такой причине что если мы будем вычислять функцию яидую на векторе ежитом то это будет дельта ежитая это символ кранекера который равен единице только если и равно же и вот а если они не равны то это будет 0 потому что и т координата житого вектора в базисе е она равна нулю конечно что простите еще раз защита на правильно так писать конечно ну да 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 просто обозначение ну вот очень правильно писать так разумеется вот значит дальше ну произвольный произвольный элемент элемент из двойственного пространства имеет вид вид давайте я напишу кси кси и т е и т здесь тоже есть суммирование по и но обратите внимание тут индекс состоят в противоположном порядке потому что это суммирование уже линейных функций с какими-то коэффициентами вот и считает от линейный фон это линейная функция она характеризуется такими свойствами что кси на на базисном векторе равно кси это вот и силу того что это линейная функция конечно же она полностью определяется тем какие имеет значение на базисных элементах нашего векторного пространства вот если это долго все рассказывать для того чтобы нам с вами вместе подумать о том как меняются координаты элемент двойственного пространства при замене базиса в то есть вот сейчас такой вопрос как меняются координаты кси то есть вот этот набор кси и тах при замене базиса в в но почему в потому что вот эти координаты кси и ты они были связаны с базисом в но по нему строили уже базис двойственном пространстве и по всем этим данным определяли определяли элементы этого двойственного пространства но давайте но не хочется чтобы вы поняли сам сам вопрос потому что ну вот кси как элемент двойственного пространства вещь тоже инвариантная какая-то линейная функция на вектор вот пока у нас нет базиса но у нас может просто у нас может быть какой-то способ обчисления этой линейной функции но как какая например линейная функция пример линейной функции которая не связана с базисом но например эта проекция когда это может быть интересно но ну например мы с вами изучаем гравитационную силу и знаем что здесь находится тяжелое тело и конечно мы должны изучать проекции всего на значит на на линию которая на линейка на линию которая идет в центр этого тяжелого тела вот это я к тому что базис пространстве тут совершенно нужен есть вещи которые инвариантные и линейные функции тоже вещи инварианты вот однако если у нас есть система координат то вычисление линейные функции на векторе сдается вот такой формулы кси на в это кси это на икс это и тут тоже есть суммируем давайте я это распишу поподробнее значит это равно кси и и и это а вот это применяется к x жидко ежи то и дальше это видит не суммируем есть суммируем не по и есть суммируем не пожи и силу того что и это с верхним индексом линейная функция мы можем вынести коэффициент и x жи поэтому это будет кси и x жи и дальше применить ей это кежитому но это дельта и житая значит это равно кси и и x жи и здесь еще стоит дельта и жи ну и это уже то выражение которое я анонсировал при сумма кси и т на x это вот теперь мы с вами знаем как меняются как меняются координаты вектора в при замене координат давайте напишем помните да координаты меняются вот так то есть x жи то это x жи то с чертой это x и цей же я хочу воспользоваться я хочу вывести теперь то как поменяются координаты на линейной функции исходя из того как поменяются координаты вектора то есть кси от в не должно поменяться то есть одной стороны это должно быть все и тнx и т вот а с другой стороны это должны быть какие-то кси же с чертой на x же с чертой а x же с чертой а x же с чертой это все же с чертой стильды это x и c и же ну лима си чертой жи должно равняться ну давайте я напишу так так что c жи и равняется кси кси и из этого следует что кси жи с чертой равно c минус 1 и и живи на кси и правильно жи и кси си и и жи кси ну давайте проверять доказательства надо подставить это выражение для кси с чертой стильды в левое равенство кси жи с чертой стильды это еще раз цель минус первое жи и кси и и если мы это подставим это получится кси жи с чертой на цель и же это цель минус первой и жи и кси и кси и еще должны умножить на на такое так наверное тут нужно поаккуратней обходиться с индексами наверное здесь суммирование должно быть по какому-то по какому-то другому индексу вот здесь давайте здесь будет суммирование по индексу к вот вот так отлично теперь хочу просуммировать позже это произведение матрицы c и ее обратной матрицы вот поэтому это будет дельта и кт дельта к и на кси к вот это равно кси скажите пожалуйста если ход доказательства не до конца понятен что тут есть один шаг который требует пояснения нет ну как как вычислили то еще раз вот все и стильный на кси же стиль деце и житая это то что у нас должно равняться кси это на это вот требование еще раз кси же стиль деце и житая в этом в это место я подставляю кси житая ну вот это подставляется вот сюда порядок здесь неважно потому что суммирование вот и дальше я замечаю что у меня матрица cc в минус 1 они суммируются позже вот а это соответствует произведению матриц вот ноте это отдельно напишу что c в минус 1 g кт на c и житая здесь предполагается суммирование по суммирование позже вот это равно дельта и кт ну что годится смотрите мне интересует вообще вот этот закон то есть я хочу сказать что коэффициенты тензора из двойственного пространства они меняются с помощью обратной матрицы c вот и это то же самое что левая формула в утверждении леммы насчет почему это эквивалентно почему это эквивалентно давайте еще раз попробуем вот строчкой выше строчкой выше прийти мы знаем что вот этот аргумент да что вычисление вычисление вот этой линейной функции на векторе должно совпадать в любой системе координат мы знаем как меняется координаты вектора и из этого выводим как должны меняться координаты ко вектор а что из этого правила это замена выводится однозначно то есть если мне удается предъявить такую формулу то значит это эти координаты меняются именно так понятно что я говорю не очень не стесняйтесь потому что это все таки ну такой вот немножечко ну может быть для вас немножко новый образ места значит еще раз вот элемент двойственного пространства он однозначно характеризуется своими коэффициентами вот соответственно если я нахожу эти коэффициенты то-то-то я однозначно задаю этот к вектор и формула в скобочках она она удовлетворяет условия вариантности вот и она однозначно определяет коэффициент ко вектор а в другом базе потому что матрица c обратимая и в общем это формула однозначно определяет коэффициент также как и вот эквивалентные ей левая формула все это связано с тем что матрица c обратимая если где-то есть закон вот такой то он однозначно этот закон он восстанавливает кси через кси стильды вот но из-за того что матрица обратимая в обратную сторону связь тоже однозначно но в общем простить за многословие надеюсь общая идея было понятно вот важным здесь является то что коэффициенты элемента двойственного пространства меняются по другому правилу не по такому как как векторы давайте резюмируем что уже получено на текущий момент так элементы двойственного пространства в со звездочкой называются к векторами или тензорами типа 0 1 коэффициенты простите коэффициенты таких тензоров меняются по правилу кси и стильды это c минус 1 и житая на все же напомню коэффициенты векторов меняются так икс и то это цепи же и к же вы простите индекс играет икс и и икс и 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 базис в тогда а определяет матрицу таким образом что м и же ежи это а вот ей то то есть если мы возьмем образ этого базисного элемента после действия оператора а и разложим этот базис разложим уже то что получилось по тому же самому базису то у нас получится набор коэффициентов которые индексируются вот таким образом у них есть верхние и нижние индексы тут тоже суммирование позже предполагается на что верхний и нижний индекс совпадают и получается квадратная матрица которая однозначно описывают этот оператор матрица замечания матрица однозначно восстанавливает то есть если мы знаем м то в этом базисе то однозначно определяется а и наоборот м строится по что еще раз идея примерно так же как с векторами что низ в пространстве в есть базис то можно линейные операторы задавать набором чисел набором матричными элементами матрицы матрицы это тоже оказывается тензор давайте подумаем давайте вспомним как меняется меняются координаты матрицы которая задает линейный оператор может быть вы помните да только давайте вспомним что такое c как меняются координаты м давайте координаты а в базисе в в призамене базис базиса что мы говорили что 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 у нас c у нас выражает c выражает выражал у нас старый базис через новый вот ну я предлагаю просто записать то же самое и и и и еще же просто способ построения матрицы давайте давайте выразим я хочу вместо ежи то написать выразить их через через ffк это будет c же к фк это будет а от е и то но это я тоже хочу выразить через через f какой-то f это будет а от c и ж и fg из того что а линейный оператор я могу из него из аргумента вытащить коэффициенты c и житые от коэффициенты вот и дальше равенство которое здесь получен я умножить на матрицу обратную c я и это обращение должно быть по индексу и я хочу слева в общем по индексу и я хочу умножить на c в минус 1 и ильи что у нас чтобы что получается c в минус 1 и и эль м и жи цжи к фк это а от ржи потому что права матрица ниже а и давайте здесь это напишу подробней c минус 1 и эль c и жи а эвжи здесь есть суммирование по и матрицы ее обратный это значит что это или житый элемент на их произведениях поэтому это равно дельта эль жи на а эвжи и это равно а от f обратите внимание что то что получилось слева это как раз и есть коэффициент матрицы м в новом базисе и это коэффициент эль катый потому что он выражает образ этого элемента нашего нового базиса через другие элементы того же базиса так нам надо сейчас давайте это запишу и мы еще раз сравним это выражение с с выражениями других тензоров эль да да это равно м и и жи ц минус 1 и и эль и просто c жи к смотрите здесь у тензоры появляется два индекса два индекса и по по верхнему индексу он видят ведет себя в общем как вектор то есть вот по этому индексу давайте вот здесь сейчас на страничке видны оба законные для по вектор и для вектора вот я хочу привлечь ваш внимание вот почему что по индексу по верхнему индексу по индексу к это выражение себя ведет как вектор то есть при замене базиса это это выражение умножается на матрицу c окажет а вот а по нижнему индексу она ведет себя как по вектор умножается на c в минус 1 и или то есть вот по по индексу и идет суммирование точно также очень простите и эль и да 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 значит вот по по нижнему индексу идет суммирование да все правильно значит тут индекс это это вот этот g по этому индексу идет суммирование она здесь за нумерованным индексом и вот или становится новым индексом скажите понятно ли аналогия видно ли что что по нижнему индексу у матрицы линейного оператора поведение такое же как у к вектора замечание линейный оператор оператор называется тензором тензором типа 11 вот ну и последний пример после которого я дам общее определение он связан с объединениями формами и наверное для нас он будет одним из важных потому что этот пример выживает в дифференциальной геометрии когда мы с вами анализируем поверхности били нейные формы но тоже наверное не вызывают у вас диссонансы то что били нейная форма вещь глобально заданная скалярное произведение длина это то что определено между векторами независимо от системы координат поэтому вопрос опять стоит в том как согласованы все наборы координат которыми мы задаем били нейные формы ну вот а если вы помните то били нейные формы мы тоже создаем матрицами матрицами грамма то есть ну вот матрица грамма для скалерного произведения это когда мы начинаем вычитать били нейную форму на на парах базисных векторов давайте я еще раз напомню пусть омега били нейная форма то есть это такая такая функция от пары векторов в и у принимающие значение в r такая что лямбда в плюс мю всем не закончились буквы у с это ужасно лямбда w омега в плюс мю и тоже по второму аргументу по второму аргументу тоже по второму аргументу и то есть опять ей это это базис базис в в тогда грамминная форма однозначно соответствует матрица знаете напишу такое и же это омега от е и то ниже число в однозначно соответствует значит следующее что что если есть такая били нейная форма то мы можем построить матрицу омега большое вот и здесь есть такая матрица то она тупо не тоже однозначно восстанавливается форма но в силу того что это били нейная форма более-менее понятно давайте напишу формулу правила замены координат из правил замены координат такое что омега омега и же с чертой это c в минус 1 омега к л с одной стороны писать мега к эль c в минус 1 к и c в минус 1 значит это то что у нас раньше выражалась формулы стас вот но c здесь это обратная матрица стоит этого бояться вот а тут факт что одна из них транспонированная но означает то что мы это к левому к левому индексу применяю вот в общем тоже ничего страшного вот но такое правило означает что перед нами тензор типа 02 то есть он видят ведет себя как как бы два экземпляра к вектора два экземпляра линейные функции на вектор а значит такое такой объект называется тензором типа 02 ну в общем он лежит в том же самом поле это просто вот его тип он немножечко другой но все эти объекты преобразуются с помощью матрицы c это минус 1 зависимости от того сколько сколько у них каких индексов давайте еще один пример приведу например может быть помните у нас при выводе теоремы гауссу возникала такая матрица же и житая с верхними индексами вот это было это были коэффициенты матрицы обратной матрицы первой квадратичной формы же и жи не очень хочется писать внизу эти индексы вот но у нас в общем это не совсем вариантная запись вот вот такой объект он является тензором это тензор типа 20 они обозначают сколько какие индексы меняются с помощью матрицы c а какие с помощью c минус 1 да 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 вот обратить внимание что у били нейной формы на то есть у самой метрики у нее оба индекса меняются как к векторы вот а обратная матрица будет задавать тензор у которого оба индекса будут меняться как векторы вот сейчас давайте тогда я сделаю небольшую паузу и перейдем уже к тензорам с которыми мы с вами сталкиваемся уже в диффициальной геометрии вот пауза на 5 минут прошедшие я за то то Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Ну что, вы готовы? Давайте я сначала дам определение тензора общего типа. Определение тензором типа PQ называется сопоставление. Каждой системе координат в векторном пространстве. В набора чисел. Субтитры делал DimaTorzok Т one и так далее. gp чисел таком такого что такого что два таких набора два таких набора двух системах координат в до таких набора соответствующих е и f это базис на двум базисом связаны связаны соотношение ты с волной с волной здесь нужно вот есть один способ давайте вы мне если он вам не понравится мы его сейчас оспорим волны ставить над индексами и один с волной и так далее и ку с волной g1 с волной gp с волной равно т и 1 и ку g1 gp вот теперь нужно ставить матрицу c в правильном порядке и здесь будет произведение c и сейчас g kt g kt с волной и произведением матрицы c минус 1 1 по индексом и вот эти индексы и должны быть наоборот то есть нужно чтобы здесь было и эльтая а здесь было и эльтая с волной так что нет не прописалась минус 1 посмотрите пожалуйста на формулу то есть вы должны увидеть в этой общей формуле все 1 2 3 4 5 частных случаев которые с которыми столкнулись что-то к от 1 до п это эль от 1 до кум ну давайте какой-нибудь значит ну по-хорошему не хватает вот чем наше обозначение отличаются вот то что видно на это же на этой же страничке что когда мы с вами изучали билиненную форму мы вычисляли коэффициенты и житый коэффициент в новом базисе вот здесь то что это новый базис характеризуется ну в смысле это описываю тем что у коэффициентов стоит тильда но конечно же не только сами коэффициенты другие а это коэффициент не только сами индексы другие а другие коэффициенты то есть правильно было бы поставить конечно на t еще одну тильду в знак того что это другие ну в общем другой набор индексов вот но это более-менее стандартное обозначение я поэтому предпочел бы оставить в таком виде вот но хотел бы прокомментировать любые ваши возражения я не знаю давайте может быть примерно опишем например какой тоже билиненная форма да то есть что это такое это т и 1 стильды и 2 стильды потому что это q равно двойки а п равно нулю вот и это выражение должно равняться такой сумме т и 1 без стильды это 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 точечка у меня так написалось и 2 и здесь будет c минус 1 и 1 и 1 стильды и еще одно цель минус 1 и 2 и 2 стильды в общем это та формула ну за исключением того что слева надо было бы поставить еще на т тильду вот здесь нужно было поставить тильду но это немножечко загромождает обозначение поэтому обычно этого не ставят но предполагая что тензор один и тот же просто у него в разных системах координат разные разные наборы этих координат ну что скажите согласны ли вы на такое но я тогда позволю еще напомнить парочку вещей из тензорной терминологии еще понятие тензорного произведения тензорного произведения разных тензорных пространств разных пространств и тоже раз уж мы начали об этом говорить нельзя выкинуть из песни слова тензорное произведение векторных пространств пусть в w векторные пространства определено пространство ну еще одно пространство давайте назовем его у которая обозначается вот таким значком если е это и f житая базисы в в и w соответственно то базиса в в тензор w является набор векторов е и е и fg вас принимаете это формально то есть есть набор векторов индексируемых пары индексов первый индекс это номер базисного вектора и в первом пространстве Это второй индекс, номер базисного вектора во втором пространстве. То есть это такое пространство размерности n умножить на m, где nm – это размерности пространств v и w. Размерность v-tensor w равно произведению размерностей этих двух пространств. Ну, собственно, это следует. И давайте на текущий момент считать это определением, что если есть два пространства с базисами, то их тензорное произведение – это будет векторное пространство вот с таким базисом. Что бы это ни значило. То есть можем этому значку никакого другого смысла не придавать. Вот. Утверждение такое. Определено отображение, определено тензорное произведение на пространство тензоров pq и p'q'. Давайте как-нибудь это напишем. То есть такая операция определена, которая действует из пары тензоров pq' p'q' p'q' отображает в тензоре p'q' p'q' и в координатах это выглядит очень просто. Сейчас, как мы там начали. Пусть у нас есть два тензора вот таких индексов. Пусть а – это такой тензор, и b – вот такой тензор. Тогда а – тензор b должен уже иметь большое количество индексов и 1, и так далее, и p, и p плюс 1, p плюс 1, и p плюс q, и p плюс p' g1 gq' gq плюс 1, начинает тормозить доска, не выдерживает накала. gq плюс q' и я хочу по определению, вот у нового тензора такой набор, вот такой матричный элемент списать в виде произведения двух матричных элементов. и 1, и p, g1, gq, умножить, просто умножить, как числа умножаются, и p плюс 1, и p плюс p плюс p' штрих, gq плюс 1, и gq плюс q' штрих. вот, ну, давайте посмотрим, что в этом утверждении, собственно, доказывать. по нашему с вами определению, тензором называется набор чисел в каждой системе координат, вот, и эти числа должны быть связаны при переходе от одной системы координат к другой, вот, я могу по двум таким наборам чисел построить третий набор чисел, и то, что будет получаться, будет преобразовываться по правильному закону, потому что вот эти числа просто означают, что верхние индексы, они используют матрицу c, а нижние индексы используют матрицу c в минус 1, вот, ну, и в каком порядке они относятся к a, b, или это вообще неважно, то есть вот то, что написано справа, преобразуется как элемент вот этого, вот этого тензорного пространства, вот, а то, что написано справа, строится по двум объектам тензорных пространств чуть меньше, вот, это давайте я проиллюстрирую такое такое отображение на совершенно банальном банальном примере. Пусть иллюстрация, иллюстрация, иллюстрация с двумя, пусть кси и это две линейные функции на v, то есть два тензора типа 0,1. Тогда можно определить билинейную функцию билинейную функцию, билинейную функцию, как бы ее назвать, давайте это будет w с двумя с такими индексами, она будет действовать на паре векторов v и u и будет действовать по такому правилу, я кси буду применять к первому аргументу и умножать на это, примененное ко второму аргументу. Понятно, что такая билинейная функция будет билинейной, но просто по совсем идиотическим примитивным соображениям, потому что первый аргумент подставляется в линейную функцию кси, а второй аргумент тоже подставляется в линейную функцию это. Ну и если мы туда будем подставлять линейные комбинации, то благополучно из-за того, что кси это линейные функции, получится билинейность. Вот, но вот это простое правило, оно иллюстрирует как раз отображение из отображения такого типа t02. Хорошо, давайте закончим с тензорами в линейной алгебре, хотя, конечно, есть еще несколько важных свойств. Это свертка, например, индексов. Свертка индексов в тензорах. Нет, давайте я все-таки скажу пару слов, потому что это нам, скорее всего, понадобится. Свертка индексов. Значит, пусть т и 1, т и 1, т и п, g1 и так далее, gq, тензор типа pq. Тогда выражение. в тензорах. Обратите внимание, здесь будет суммирование по двум индексам и 2 и так далее, и p, g2, gq. Здесь суммирование, то есть зависимости от первого индекса после этого не остается. будет тензором будет тензором порядка p-1, q-1. А мы ничего не видим. Да, я пишу и тоже не вижу на доске. У меня написано следующее. Будет тензором порядка p-1, q-1. Посмотрите, что здесь написано. Здесь есть один повторяющийся индекс и и. То есть вместо и 1 и g1 я поставил один и тот же индекс и просуммировал по этому. Утверждается, что это будет тоже тензор, что такое выражение будет преобразовываться при заменах координат как тензор меньшего порядка. Давайте я это оставлю в качестве упражнения. Антон Александрович вам об этом напомнит. Значит, нужно проверить, что это будет тензор. Ну, как бы что нужно проверять? Что преобразуется, как нужно, но вот с меньшим количеством матриц. Вот. И это связано с тем, что там две матрицы будут перемножаться вот из-за того, что индексы совпадают, а из-за того, что они обратные, они будут давать для этой функции. Ну, в смысле, символ кренекера. Вот. А пример такого, такой операции мы с вами знаем как след линейного оператора. след линейного оператора. Мы с вами договорились, что по линейному оператору мы строим матрицу M и G. Вот. Теперь свертка первых двух индексов, свертка, это значит сумма M и E. Это след матрицы M. И мы с вами помним, что след матрицы M не зависит от базиса. Не зависит от базиса. То есть является функцией самого линейного оператора. давайте я сделаю небольшое пояснение, что вот в этом месте по матрице строим, по линейному оператору строим матрицу в присутствии базиса. В присутствии базиса. оказывается, что после свертки мы получаем объект инвариантный, то есть просто число. Что это число не зависит от базиса. Это означает, что мы получили тензор на самом деле типа 0,0. в общем, как и положено в теореме, в упражнении, которое вы проделаете на следующем занятии. Хорошо. Так, осталось ли у нас время? Давайте я начну. Вот, а следующую лекцию мы тогда обсудим это все подробнее. я начну с того, что такое векторное поле. На поверхности мы будем конечно же сразу иметь в виду какие-то более общие объекты, которые пока нельзя называть словом многообразия. тензоры в дифференциальной геометрии. Вот и первый пример это векторное поле на поверхности. Ну, вы, наверное, уже примерно представляете, что это такое на нашей поверхности. Если в каждой точке мы задаем касательный вектор, и это зависит на поверхность, она, например, гладкая. Гладкая в том смысле, что это гладкая функция в R3, зависящая от точки и от точки поверхности. Вот, ну, такая, что в каждой точке вектор лежит в касательной плоскости. давайте я скажу, что это векторное поле. Давайте попробуем дать определение. x гладкая функция. Давайте считать, что это поверхность с параметризацией. с параметризацией U1U2. гладкая функция U1U2 со значениями в R3, то есть это вектор, такая, x от U1U2 принадлежит касательной плоскости к нашей поверхности в точке U1U2. называется векторным полем. Ну, пока мы не вводим координат в касательные плоскости, это совершенный вариант на заданный объект, да, то есть мы можем его как угодно описывать с помощью ну, не знаю, например, на поверхности Земли мы можем описать касательное магнитное поле, да, как оно, как наш компас, куда показывает компас, это вот векторное поле на поверхности Земли. Вот, но как только мы с вами вводим параметризацию, у нас возникает базис в касательной плоскости. Вот, параметризация у1-у2 задает базис в касательной плоскости в каждой точке. в каждой точке и это базис вы, наверное, помните какой р-у1-у1-у-2. Набор из двух частных производных это базис в касательной плоскости в каждой точке поверхности. Вот, это значит, что вектор, векторное поле можно раскладывать по этому базису. представить векторное поле x как сумму x1-у1-у1-у1-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у две скалярные функции от у 1 и 2 вот мы с вами будем дальше исследовать то как меняются вот эти вот функции x1 и x2 при замене параметризации поверхности и вот этот способ выражения одного через другое и будет называться тензорным законом но я думаю что мы об этом поговорим уже в следующий раз когда прием вот спасибо вам за внимание хорошего продолжения дня вот и у вас будут задачки уже по тензорам во вторник всего доброго